Девушки отдыхают Да Оль, ну понятное дело, когда Новый год приближается, мы идем в магазин смотреть на красивые елочные игрушки, понимаем, что они очень красивые и что у всех будут такие же Поэтому хочется чего-то неповторимого и я знаю, что в этом ты можешь помочь Да, сегодня мы будем делать елочные игрушки, будем их делать из подручных простых материалов И самое главное, что у нас они будут безопасные, экономически выгодные и очень эксклюзивные Давай начнем, будем за основу брать обыкновенные лампочки Ваня, ты уже делала из лампочки игрушку новогоднюю? Нет Нет? Первый раз будешь? Да Ну давай Начнем мы с больших лампочек, их мы будем просто-напросто разукрашивать Нам понадобятся краски Краски лучше всего, конечно, брать акриловые, но в принципе можно использовать и гуашь Как мы когда-то уже с вами говорили, что если гуашь разбавить клемм ПВА, она будет достаточно устойчивая на какой-то поверхности, то есть она не будет мазаться В данном случае мы используем акриловые краски на водной основе Покажу вам вариант, что у нас получится, чтобы мы могли равняться на какую-то модель Три вида у нас больших раскрашенных лампочек есть Есть у нас Дед Мороз А это? Это олень Боже, неужели Снегурочка? Такая смешная Я уже сделала заготовочки, я предварительно покрасила лампочки также акриловой краской, дала просохнуть им 15-20 минут и можем их теперь использовать дальше под рисунок Для работы нам нужны еще кисточки, немного воды, чтобы прополоснуть эти кисточки и думаю будем приступать Да, Вань, ты готов? Да Ты кого будешь рисовать? Братик Так, 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 это уже интересно А как его зовут? Никак, его еще пока нет Ага Ваня, ты что, хочешь братика? Да, конечно, а кто не хочет? Так а ты к маме, к папе с этой просьбой обращался? Деду Морозу ты письмо писал? Да И что, ничего совершенно не помогает? Нет А что мама вот тебе говорит? Ты говоришь, мама, я хочу братика, что мама говорит? Надо подождать Надо подождать Нарисуем братика, а вот он через 9 месяцев и появится, такое же бывает Перед тем, как разрисовывать, можно нанести карандашиком контур Мы можем наметить, где у нас должны быть глазки, где носик, где ротик Начинаем мы обычно с глаз Вырисовываем глазки Глаза нарисовали Переходим мы к носу Нос у нас чаще всего у Деда Мороза, у снеговика они красные Поэтому смело рисуем либо кружочек, либо остренький, как у снеговичка в виде морковки Ваня, ты в этом году уже лепил снеговика? Да А девчонок снежками закидывать любишь? Да А вот эту самую красивую у вас в классе, ее как зовут? У нас есть какая-то красивая Девочки, ну что же вы так? Надо же как-то... Так, девочки нашего класса могут обидеться Не говори, нужно... Особенно Диана Особенно Диана? Я поняла Для того, чтобы наша игрушка хорошо высыхала, я использую вообще колечки, на которых обычно висят наши шторы Шторы, да Это очень удобно, если нет, то мы можем изначально сделать вот крючочек верхний, за который вешается игрушка, и чтобы он сох уже в висячем таком положении Слушай, а Ваня-то какой молодец Видите, как вот глаза-то нарисовал? Хитрое выражение лица Ниточки, на которых должны висеть наши игрушки Можно купить специальную ниточку, которая уже предназначена для вот таких вот вещей Стоимость трех метров порядка десяти гривен, на 15-20 игрушек нам хватит точно Однако мы можем использовать любой другой материал Обычные нитки для вязания нам подойдут Берем нашу золотистую веревочку, нам надо ее прикрепить к верхней части Закреплять мы ее будем с помощью горячего клея, это самый быстрый способ Можно каким-нибудь моментальным клеем? Можно, однако лучше всего, когда сверху можно немножко прижать А мы знаем, что когда суперклей, мы на него дотрагиваемся, то вот так вот с лампочкой мы и пойдем Итак, чуть-чуть капаем клеем Вань, ну мама вот может все и клеить, и вязать, и шить А папа что умеет делать? Работать А кем он у тебя работает? Спортным занимаюсь Хорошая работа У нас уже почти готовы все наши три игрушки Нам нужно закрыть верхнюю часть серебристую, она не очень красивая Закрывать можем ее тоже несколькими способами Мы можем ее просто обмотать ниточкой Можем намазать клеем, вымазать в каких-то блестках Но в данный момент мы будем закрывать шапочками, либо вот нарядами на голову Я уже заранее из ниток обычных для вязания заготовила косу для нашей снегурочки Также горячим пистолетом чуть-чуть намазываем Нам надо аккуратненько прикрепить таким образом, чтобы и закрыть ту часть, где у нас прикрепляется наша веревочка И соответственно серенькую часть тоже всю закрыть И мы начинаем это делать как бы по кругу на эту сторону И вот где-то здесь мы ее должны закрепить, вот так вот Где у вас почтовый ящик для Деда Мороза? Мы с мамой делали специальный почтовый ящик Мы взяли обычную коробку, картоновую Ну или картонную Приклеили рисовальную бумагу А какая это рисовальная бумага? Обычная такая белая, на которой дети рисуют А, вот из этого альбома, где ты рисунки делаешь, да? Когда все приклеили, мы взяли обычный какой-то журнальщик Нашли там разноцветные буковки Вырезали их, поменяли местами Вышло слово почта Деда Мороза И приклеили это слово наверх нашей коробочки Подписали ее? Да Вот скажи, это ты придумала, а не мама? Мы оба придумали Ну, в принципе, справедливо Вань, вот ты когда смотришь на себя в зеркало Ты думаешь, ты на кого похож? На маму или на папу? На маму, да Оля, мне кажется, на папу похож Одно лицо Так, ну что там, наша Снегурочка уже в косе вся Да, Снегурочка у нас практически готова Для того, чтобы завершить уже ее, мы можем вырезать из белой ткани Такую имитацию кокошника И, соответственно, прикрепить ее сверху Дед Мороз Самое главное, что Дед Морозу нужно, это усы и борода Да Нитки, обычные для вязания Мы берем, на ручку наматываем Той длины, какой мы хотим, чтобы получилась у нас борода Перевязываем, перехватываем ниточкой, чтобы объединить то, что мы намотали Ну вот смещая в одну сторону Чуть-чуть где-то меньше будет, чуть-чуть больше Там, где меньше, это у нас бутусы, там, где больше, борода Я не знаю почему, но мне становится все веселее с каждой минутой Вот это тоже то, почему стоит самим делать игрушки Потому что подготовка к празднику, это само по себе уже такое радостное событие Тем более, что все вместе могут быть Самый важный в этот момент, что эти игрушки, они у нас эксклюзивные, они у нас индивидуальные И они могут становиться в нашей семье какой-то вот реликвией, что ли Вот то, что передается от бабушек, детям и внукам Точно так же, пользуясь горячим пистолетом, мы прикрепим усы и бороду нашему дедушке Морозу Теперь нам нужна шапочка Отрезаем небольшой кусочек красной ткани, чтобы можно было вокруг перевязать И так же промазываем немножко клеем И приклеиваем прям смело так Можем взять ленточку, либо тоже кусочек белой ткани И вот так вот наносим Нам надо здесь перевязать наши ниточки, либо какой-то веревочкой Любой, чтобы у нас было похоже уже на шапочку Давай покажешь, как ты умеешь завязывать шнурки Нет, давай берегу руками А что-то мама таким тоном говорит, ты что? Как раз в преддверии Нового года Папа проводил целые Учения Вот как надо завязывать шнурки Это длилось, наверное, около недели Ваня очень злился, и у него это не получалось Потому что папа как-то так сложно Проработал это там Петельку за петельку хватаешь, вытаскиваешь Сразу морским узлом вязать рекомендовал На что я смотрела, смотрела, ну зачем так сложно Берешь две петельки, раз, и получилось Ваня, раз, и сделал Папа был недоволен Вуаля Ну что, наш Дед Мороз готов? Да Снеговичок мы делаем точно по такому же принципу Надо одеть его в шапочку Следующий способ, который мы рассмотрим Это способ декупаж Выбирайте, какой рисунок хотите Ну, Ванюш, ты выбирай, какой ты хочешь Такой Такой, а я вот такой Здесь такие маленькие лампочки Другой уже формы, меньшего размера Я ее уже тоже предварительно покрасила На вот светлую часть мы будем наносить наш декупаж Елочку Елочку давай Вырезать им на квадратик? Да Надь, для тебя тоже работа есть Значит, мы отделяем вот эту штучку от салфетки Она нам не нужна, да? Угу Один слой оставляем Я помню, что вроде бы нам еще понадобится для этой техники клей ПВА, да? Да Баночка клея ПВА Для того, чтобы закрепить нашу салфеточку на поверхности Вырезаем рисунок максимально аккуратно Надо клеем приклеить вот таким образом Елочку Нашу елочку После того, как у нас высохнет рисуночек Мы можем всю игрушку покрыть еще раз латом Для того, чтобы она закрепилась И у меня, кстати, совершенно неожиданно для меня самой По-моему, получился советский космический корабль Вешаем? Да Ты повесь, пожалуйста, помоги мне, дружок Так Ну, уже получилось Молодец, правильно Ура! Новый год скоро! Красота Елочка у нас еще есть такого же плана? Давай, вот это, да? Да Верхушку мы можем оставить так, как есть А можем бантиком украсить Тоже очень быстро на клей посадили Ленточку закрутили И еще один вариант Маленькие лампочки В данном случае вот мы задекорировали Это тоже в технике декупаж Опа! И вот такое чудо Тоже декупаж и тоже та же самая ленточка Да Но мы эти лампочки будем декорировать намного проще Я вам покажу вот на большом примере Большая самая вот Вот это? Да, вытаскиваем Ого! Ничего сложного, просто кусочек ткани и ленточка Все Это займет 30 секунд, минуту и это готово Есть у нас и маленький вариант Ой! Какая? А вот такие малышиков мы и будем делать Кусочек ткани приблизительный размер Вот где-то 20 на 20 Нам подойдет для такой маленькой лампочки Лампочку вставляем внутрь Заворачиваем И обворачиваем ленточкой Рядом с бантиком вы можете прикрепить кусочек елочки Кусочек какого-то шарика бусинки Все что угодно Такие вот маленькие, как будто бы мешочки Давай повесим Оль, а вы елку уже нарядили дома? Да И какие там игрушки висят? Игрушки висят разные Мы делали и своими руками Есть у нас те, которые нам дарили Выбирайте цвета, настроение Но главное, делайте это вместе Всей семьей, проводите время предновогоднее вместе И пусть ваш Новый год будет просто незабываемым Вань, спасибо тебе, что ты пришел ко мне Помог мне елку нарядить, игрушек сделать новогодних У тебя есть какое-то пожелание? Да Я бы хотел машину на пульте управления большую И вертолет Ну, в принципе, есть у нас в стране один человек уже с вертолетом Но Ване нужен тоже Я уже со своей стороны хочу Вот этой вот девочке из твоего класса Которую зовут Диана Которая смотрит сейчас передачу Вот этот вот подарок передать Хорошо Договорились? Да Диана, если Ваня принесет тебе вот эту вот игрушку Ты, пожалуйста, разреши ему в щечку себя поцеловать Договорились? Спасибо тебе Олечка, спасибо, твоя идея как всегда прекрасная По-моему, наша елка самая красивая И ваша будет такая же красивая